здравствуйте сегодня мы решили посвятить фильм живую показать вам как правильно подготавливается утка приготовлению пищи то есть общипка потрошения уже в живую потому что предыдущий фильм был уже у нас с общипанной уткой а сейчас мы решили уже показать как должно быть на самом деле для этого добыл я селезня молодого пестринки он виднеется на нем будем показывать начинаем сразу отсекаем крылья вот смотрите хорошо видно отсекаем делается очень легко как раз подрезаем вместе с гиба уже перевит на перебитой праву ничего страшного затем я уберу и несу в ванную чтоб там в тазике его полностью щипать ну вот я общипал селезня вроде бы нормально но это не нормально сейчас я его на троп мукой поднимутся естественно тут еще перышка какие-то он еще до конца не вылинил пеньки имеются на нем все это надо досконально все убрать в этом нам поможет мука пшеничная ржаная какая у вас имеется сейчас я натру и буду дополнительную обработку делать как видите голова у нас осталось основная масса охотников их отрезают но я гурман люблю язычок мозги все это будет сделано чистенько опрятненько вкусно поэтому сколько я хочешь редко когда она только у меня потревожено выстрелом то есть дробью разбиты я тогда их отрезаю а так самым идет все пищу потому что вот так общипываем вроде она уже общипано хорошо когда натираешь мукой отдельные перышки поднимается вроде не было и друг появились они поэтому дощипка обязательно должна быть с мукой все мы тут убираем крупные все общипываем что невозможно общипать огонь сделает свое дело дополнительно тут общипал опять натираем мукой опять натираем мукой и на огонь еще натираем мукой чтобы у нас мясо не подгорало жир не плавился была более высокая температура мука будет сдерживать горение мяса все данный момент будем опаливать начинаем полить включили мы вытяжку кто не любит запах можно еще одно открыть не спеша все тщательно чтобы все у нас пух перышки обгорели не бойтесь что сгорит мука свое дело сделает предохранить от сгорания мяса можно делать и на улице конечно но в данный момент мы сделаем квартире удобнее теплее сухо на улице грязь уже температура около 0 ну вот мы и попалили сейчас еще немножко я тут отдельные места просмотрю и закончим на этом будем мыть и потрошить так селезни мы опалили и нам надо его промыть удалить следы от пуха и все прочее для этого берем губку вот этой желткой поверхности для посуды которая предназначена и начинаем мыть огурпание мочалкой выпирать горячую воду делаем ну так чтобы рукам было терпимо сейчас эти пельки которые не высчитаны остались удалим видите 21 сентября а рутка еще не выделила это уже настораживает обычно 25 сентября былые годы это понятно ну вот товарищи селезни мы общипали опалили видите какая тушка стала замечательная даже дробь попалась под шкурой теперь мы будем делать вскрытие то есть потрошение этого селезня потрошение как я вам уже рассказывал я делаю по спине что это дает я тоже объяснял еще раз напомню потому что мы добываем селезня из ружья дробового а дробь она проникая в тело травмирует кишечник который содержит сами знаете что вот чтобы это все не проникло в мясо при вскрытии при потрошении я делаю разрез по спине что это дает а дает следующее грудь где находится основная масса мяса у нас будет не тронуто разрез делаем в пустине строго вот в раковине раз мы разрезали до самого конца хвоста делаем надрезик под клювом чтобы нам перерезать горловину вот и горлый пищевод вот мы что сделали сделали жир уже есть тут все нормально вынимаем пищевод гортань там у нас все подрезано они легко вынимаются вот все вынули значит здесь разворачиваем видите у нас как все легко получается все у нас тут открыто доступно вот все это вынимаемся кишки естественно сгустки крови обязательно удаляем легкие потому что мной прочитано за 50 лет охоты много литературы и так за эти годы приобрел кучу опыта вот легкие удаляются все удаляется и значит от обрезаем тональные отверстия все промываем удаляем гуски крови которые в процессе тут образовались добычи тушка подготовлена у нас вымачиваем ее удаляем лапки удаляются они вот красота какая вот как один товарищ мне сказал как в ресторане приготовлено я сейчас блюда потом кастрюлю переложу сейчас мне надо печень от кишок отделить сердце потому что все сердце разрезаем потому что в нем обязательно кровь остается чтобы она вымочилась субпродукты как говорят печень у нас немножко разбита ничего страшного конечно печень утки она горьковатая но все равно полезно вот желчный пузырь рядышком мы его не трогаем пусть он пишками остается вот вот это все закладываем туда и желудочек выпотрошим и все у нас процент закончился убираем тут пишочки сейчас мы забрасим то есть видите как все просто ну давайте еще последний момент я вам покажу как поперек разрезаем разрезаем все удаляем камешки там как правило остатки перетертой пищи пищи как правило сейчас они сильно питаются ряской самые питательные белки высокое содержание белков перед отлётом особенно необходимо побольше жирку запастись почему они сейчас и мало летают жируют даже облеты не делают сидят и жируют вечером приедешь на перелет слышишь недоступных местах сидят спрятают но летать не хотят а забраться хотим на сколько угодно везде прогреть и проплывешь вот они этим пользуются нагуливают жир потом один прекрасный момент поднялись на крыло и пошли теплые стороны отлично там и не очень такое мясо оно жестковатое но горят полезно все это у нас подготовлено дичь к вымачиванию так селезень у нас выпотрошен все подготовлено к вымачиванию дедушка сколько будет утка вымачиваться по времени ну каждое утро четко она вымачивается чуть-чуть по времени по-разному потому что в зависимости от возраста сколько в ней крови содержится бывает убьешь не устекает половина крови но как правило я три воды вот постоит час-полтора вода покраснеет я сливаю опять холодной воды заливаю еще постоит два часика смотрю если вода бледно красная то уже отжимаю к подготовлено для употреблению подготовлено для приготовления уже в пищу в пищу к употреблению пищу употреблению в пищу до офис пищу